Всем привет, друзья! С вами Психиатр, и сегодня мы с вами будем готовить шаурму. Как было запланировано, как было задумано, выкладываю вам свой эксклюзивный рецепт, который вы можете, собственно, повторять. Я буду только рад. В общем-то, тут я выложил все ингредиенты, которые нам сегодня понадобятся. Достаточно их много. И скажу вам, купить шавуку намного проще, и по цене, по-моему, плюс-минус столько же у вас выедет. Но, тем не менее, если вы хотите, то можете повторять. Я буду очень этому рад. Короче, готовить будем из курицы шаурму. Я думал брать курицу или свинину, но решил все-таки показать вам из курицы. Из курицы получается, как по мне, вкуснее, по крайней мере, в домашних условиях. Вот. Тут у нас бедро, без костей, без кожи. Лучшая часть курицы для шурмы. Если кто найдет, то можете брать... То советую брать именно бедрышки. Бедрышки без костей. Но, если не найдете, то, в принципе, подойдет филе, вон, грудки, в том числе. Или можете брать вообще свинину, например. Почему бы нет, если желаете, так сказать. Но у меня сегодня бедро. Естественно, нам понадобится лаваш. Куда же мы будем все это заворачивать. Лаваш тоже нужно... К выбору ваша тоже надо подойти основательно, потому что есть лаваш, который будет у вас рваться. И, кроме как, опытным путем вы это не проверите. Поэтому экспериментируйте. Вот. Этот лаваш нормальный. У него хорошо все скручивается. Он не рвется. Поэтому я взял его. Вот. Лучок, естественно, я взял. Помидорки. Вот такие вот. Морковка по-корейски. Да. Не знаю. Делают у вас в городе шуму с морковкой или нет. Но я люблю с морковкой. У нас, в принципе, еще капусту добавляют. Но и мне капуста не нужна в моей шуме. Вот. Естественно, огурчики свежие. Вот. Можете добавлять, в принципе, и соленые, если кому-то нравится. Но я брать не стал. Вот. Для соуса нам нужен мазик. Нам нужен кефирчик. Вот. Кефирчик также нам понадобится для того, чтобы завариновать курицу. Вот. Берите любой кефир, любой майонез, который вам нравится. Вот. Нам понадобятся специи. Значит, красный, острый, молотый, куркума, мели-сунели, карри. Ну, и соль, и свежий молотый перец в том числе. Короче, первым делом начнем с мариновки курицы. Вот. Я ее сейчас достану, разрежу и к вам вернусь. Так, ребят, собственно, курицу я достал. Я расскажу небольшие нюансы. В общем-то, у меня есть специальная шашлычница, на которой я это буду готовить. Вот. Если у вас ее нету, то, в принципе, такого вы можете не повторять. Что делаю я? В общем, я делаю кусок максимально плоским. Вот. Чтобы насадить его удобно на вертель. Если вы будете жарить просто на сковородке, в принципе, это необязательная процедура. Но, то есть, я разрезаю это бедрышко максимально, делаю его плоским. Вот. Чтобы посадить на вертель. Также, что важно. Когда, собственно, будете доставать бедра, вот, обязательно их прощупайте. Потому что плохо-плохо нарезают их. Остается всякая вот эта гадость твердая. Вот. Поэтому обязательно прощупывайте. Тут вот прям, видите, кусок какой-то кости, хрен знает, что это. Вот. Это все нужно обязательно срезать. Все это нужно обязательно убирать. В общем-то, и сейчас я все кусочки вот так вот распластую. Вот. И снова к вам вернусь. Так, друзья. Ну, что ж. Собственно, курицу я нарезал на такие вот слайсики. Вот. То есть, каждый кусочек я еще потом на два разделил. Значит, дальше. Дальше, 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 дальше. Мы берем специи. Сразу скажу, никаких четких громовок у меня здесь нет. Все на глаз делается. Поэтому, пробуйте, экспериментируйте. Значит, нам нужно добавить, в первую очередь, карри. Давай, высыпайте карри. Вот. Так. Побольше. И еще даже побольше. Неудобно, конечно, одной рукой все это делать. Ну, плюс-минус вот сколько-то. Столько, наверное, нам надо. Вот. Дальше. Хмели-сунели, собственно, добавляем. Вот где-то. Наверное, вот так вот. Плюс-минус столько же, сколько и карри. Вот. Дальше, значит, идет у меня кукума. Вот такая вот. Так. Ага. Ее можно немного поменьше. Вот так вот. И еще чуть-чуть поменьше. Ну, или плюс-минус столько же, наверное, сколько кукумы. Ну, вот. Значит, тут у нас перец красный. Острый. Хе-хе-хе, молотый. Не хочет он высыпаться. Ну, да, перца красного поменьше, конечно, добавим. Ну, он где-то, наверное, вот так вот. Потом, значит, соль. Соль. Где-то. Вот так вот. Ну, можно даже вот так. Добавим соли. И у меня остался свежий молотый, но это я уже за кадром по трубке. Минус столько же, сколько, ну, наверное, красного молотого измельчу. Вот. Значит, что нам нужно потом? Потом берем гирчик. У меня тут простоквашина 3-2%. Вот. Можете брать любой и добавлять. Так. Перец молотый я уже добавил. Значит. Теперь кефирчик. Заливаем. Где-то вот так вот. Где-то вот так вот. И плюс-минус. Пока что хватит. Дальше что мы делаем. Дальше мы берем все это дело. И начинаем вот так вот прямо руками, не стесняясь, все это дело перемешивать. Чтобы специи у нас были на каждом кусочке. Чтобы все это у нас плавало. Кефирчики. Вот так вот все это делаем. Вот так вот. Вот так хорошо. Вот так вообще отлично. Чтобы все у нас покрывало специями. Вот так плюс-минус. Вот. Кефира. Можно, конечно, еще чуть-чуть добавить. Я, наверное, сейчас чуть-чуть еще добавлю. Еще чуть помешаю. Вот. И оставим это все дело где-то на час, на два. Можете больше оставлять, в принципе. Вот. И скоро я к вам вернусь. В общем, еще раз покажу. Вот такая должна быть плюс-минус консистенция у нашего маринада. То есть все немножко так слегка плавает в кефире. Вот. Я в тот раз муалата налил. А вот сейчас нормально. Сейчас нормально. Вот в таком состоянии оставляем на час, на два. Вот. И, собственно, овощички пока не нарезаем. Вот. Я их достал так чисто для кадра. Овощички будем нарезать, когда уже мясо будет, так сказать, подходить. Вот. Я не люблю их нарезать заранее. В общем, скоро вернусь. Хе-хе. Так, друзья. Ну что? Прошло несколько часов. Мясо промариновалось. Я уже его посадил на вертель. Вот такая вот у меня машинка есть. Вот. Мясо крутится, жарится потихоньку. Мы за это время должны сделать с вами соус. Вот. Делается он максимально просто. Значит, берем несколько... Да, я забыл вначале сказать, нам еще чесночок понадобится. Куда же без чесночка. Вот. Значит, берем немножко чесночка. Я вот выдавил. Тут где-то три зубчика, наверное. Вот. Значит, сюда мы добавляем с вами мазик. Мазик. Всеми любимый. Блин, офигеть. Он тут нагрелся, пока стоял несколько минут. Рядом с этой печкой. Короче, мазика берем. Мазика не жалеем. Это я мало выдавил. Одной рукой. Эх! Не очень. Все это дело удобно. В общем, мазика берем прям нормально так. Потому что мяса у нас много. Шаверм у нас будет много. Я думаю, штучки четыре у нас должно с вами получиться. Поэтому кажется, что может быть много сейчас майонеза я выдавливаю и всего остального. Но поверьте, это все дело уйдет. Это все дело уйдет. Вот. Обычно я даже не хватает мне того, что я заранее делаю. И потом на оставшиеся шавермы еще доделываю. Вот. К этому всему добавляем кефирчик. Вот таким вот делом. Вот так вот. Я думаю, вот так вот будет вообще хорошо. Значит, далее. Далее, 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 далее. Возьмем соль. Чуть-чуть это все дело присолим. Слегка. Слегонца. Вот так вот. Значит, берем наши знакомые уже хмели-сунели. Так же сюда добавляем. Вот. Немного. Без перебора. И добавляем карри. Вот. Кукума. Красный молотый нам уже не нужны. Хотя, можете тоже добавить при желании. Вот. Карри добавляем. Ну, я добавляю побольше. Вот так вот. Вот так вот. Ох, как-то высыпается. Ну ладно, достаточно. Так. Далее, значит, мы берем с вами ложку. Вот у меня есть ложка. Берем ложку. Все это дело мешаем. И смотрим, чтобы соус не был слишком густым. Чтобы не был слишком жидким. Вот. Но у нас получается неплохая консистенция, я должен сказать. По-моему, вообще вполне себе. Хотя нет, слишком густоватый. Я, наверное, еще кефир добавлю. Чтоб стал пожиже немного. Вот. Сейчас еще подольем. Кефирчик. Вот так вот. Вот так вот должно. Вот так вообще хорошо. Вот так идеально. Если берете кефир с меньшим процентом жирности, то его, наверное, поменьше надо будет. Вот. У меня 3,2 процента, поэтому я возьму побольше. Вот. И в принципе, соус у нас готов. Остается нам дождаться, пока мясо прожарится. Вот. Собственно, за 15 минут где-то, плюс-минус, до того, как все это я буду срезать, можно нарезать овощички. Вот. Я, естественно, все покажу это. И собирать шаверму. Соус пока что я в холодос поставлю. Если бы он тут не грелся. Вот. Пускай настаивается. Ну, а я к вам еще вернусь. Так, друзья. Ну что, курица у нас поджарилась. Приобрела золотистую корочку. Вот. А значит, самое время делать шавулку. А значит, мясо будем брать где-то грамм по 150. По 150 грамм. Вот. Плюс-минус. Овощи сейчас покажу, как нарезал. Значит, по овощам у нас все вот так вот выглядит. Огурчики, помидорчики, лучок полукольцами. Лавашик здесь разложил. Вот лаваш пополам я разрезал на два листа. То есть, где-то на четыре шавухи у меня здесь все это дело выйдет. Ну, овощички еще подрежу. Вот. Соусец достал. Он у нас настоялся. В общем, сейчас нарежу мясо. Вот. Покажу вам, как буду собирать. Так, друзья. Ну что, срезал я мясо. Вот так это все дело у нас выглядит. По-моему, очень аппетитно. Вот. Срезал самые зажаристые кусочки. Вот. Мясо там продолжает у меня крутиться дальше. Вот. Значит, как мы все это дело будем собирать? Мы берем пол ложки нашего соуса. Смазываем немножко лавашик. Вот так вот. Дальше. Мясо. Мясо. Вот так вот. Горячее. Только с огня. О! О! Очень горячее. Очень горячее. Очень сочное. Прямо думаю, вам видно, что максимально сочное мясо у нас получилось. Вот. Так. Но с бедрышками по-другому и быть не может. Как-то вот так вот все это мы разложим. Вот. Не кладите. Слишком много мяса. И слишком много овощей. Иначе у вас шаверма получится очень большой. И развалится, когда вы ее будете сворачивать и жарить. Вот. Значит, дальше. Кладем лучок. Лучок, лучок. Идет сверху на мяско. Вот таким вот макаром. Не особо много, но не жалеем. Дальше. Помидорки. Помидорки. Вот так вот. Помидорки идут. В принципе. Думаю, достаточно. И огурчик. Огурчик. Куда же без него. Сверху сейчас положим морковочку по-корейски. Вот так вот. Нормально. Так, морковку я поверну. Сновная люка. Хе-хе-хе. Фикс. Значит, как-то вот так вот. Так вот. Моркови много не надо. Иначе она будет перебивать. Вкусно себя Надеюсь вкусно Вкусная морковь, я ни разу такую не брал Ну ладно Так, ну вот плюс-минус так И сверху Нашим соусом Соус не падай Соус не падай Ну вот так вот Я думаю хватит Чуть-чуть размешаем Вот Все это дело В принципе нормально Я думаю В принципе Очень даже хорошо Соус у нас все покрыл Вот Значит это я убираю И начинаем сворачивать Как значит я сворачиваю Я беру Половинки Раз половинка Два половинка И начинаю просто все это дело скручивать Одной рукой конечно это не очень удобно Давайте наверное сейчас я скручу и покажу Друзья ну что ж Все я свернул Вот такой вот Такая вот шалуха у нас получилась Это еще естественно не все Потому что ее нужно поджарить Поджаривать будем на сковородке Просто на масле Оливковом, сливочном Подсолнечном Какой вам нравится Вот Быстренько с двух сторон До хрестящей корочки И в принципе Можно подавать Вот Не жалейте у лаваша Вам может кажется Что много слоев Нифига Вот я сейчас начал скручивать Он у меня уже Немножко там порвался В серединке Поэтому лучше Пусть будет немножко слоев побольше Зато она у вас не развалится Реально Главная проблема у меня во всех шавирмах То что лаваш рвется Поэтому подходите К этому с умом Так друзья Ну что Шавирма готова Шавирма поджарена Вот такая вот прелесть у меня Получилась По-моему выглядит просто восхитительно Ну и что Настало время Разрезать И Попробовать Давайте я разрежу И покажу вам Как это все выглядит внутри Так друзья Ну вот так вот Все это у нас выглядит в разрезе По-моему Очень аппетитно Тут и овощички И мяско И все в соусе Вот Лавашик Хрустящий Поджаренный Давайте попробуем я Мясо Сочнейшее Вкуснейшее Соус Багический Овощички Просто Вах 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 Короче Ставим Естественно Этой шавирме Пять из пяти Шавирма не развалилась Тоже ей ставим Оценку пять Вот Обслуживание Атмосфера Ну как бы Я у себя дома Поэтому Естественно Пятерка Ну и Что у нас там А Соотношение цены И размера Ну слушайте Я потратил на эти Четыре шавирмы Которые у меня еще Получатся Я их еще не сделал Я сделал только одну Где-то Восемьсот рублей При этом мяса Тут больше Чем кладут Любой шавирмечный На пятьдесят грамм больше Обычно Везде Грамм сто Шавирма Получилась большой И очень вкусный То есть Где-то Двести рублей За шаву Я считаю Это нормально Везде Плюс-минус Она столько и стоит Короче Ставим Этой шавирме Пять из пяти По всем позициям Эта шавирма Естественно Становится лучше Ладно Я шучу Но шавирма Действительно Очень вкусная Вот Повторяйте Пробуйте И всем Приятного аппетита Кто будет Делать такую же шаву Вот С вами был Чиновский сиатр Увидимся В следующих Ведюхах Ведюхах В следующих видео Всем до встречи И всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok